Всем привет! Вы на моем канале, а я как всегда в гараже. И как вы знаете, то что сейчас наступила зима и это самое время утеплять гараж. Это как в басне. Все лето пропело, а утеплиться не успело. Я себе вот повесил такие шторочки и ворота у меня все утеплены. Но как это сделано сначала до конца, вы сейчас все увидите. Погнали! Конечно же будет вопрос, что буду делать, если у меня все сделано. А помните те гаражи, в которых будет мастерская, над которыми мы делали вот этот козырек? Такой достаточно длинный у нас получился. Ну и конечно сосед захотел точно такой же, чтобы все было тютелька в тютельку. И смотрится это именно вот так. То, что мы не поставили водосток. Почему? Потому что сейчас зима. Здесь будет все собираться все по-другому. И чтобы сейчас вода тут в одном месте не скапливалась, пока нету бочек. А бочки тут будут. Пока не мере одна, вот здесь точно. Вот. Было принято решение пока водосток не ставить. Ну ладно, возвращаемся к гаражам. Вчера мы установили замки. Вот так они выглядят. И вот такое было утепление именно ворот. В одном гараже вот так тут все промерзло. Всю эту дичь сейчас будем снимать, отдирать. Ну а на втором, конечно, маленько пакулютор не было. Здесь были сделаны щиты с утеплением. Щиты выглядят вот так тут. Сколочены из досок. Ну и в принципе утепление было ограничено. В общем, сейчас все это дело демонтируем. И будем делать все заново и по-новому. Субтитры сделал DimaTorzok Кто придумал эту стекловату? Тот, наверное, думал о том, чтобы не только кошки с собаками чесались, а еще и мы. Ну и что мы имеем? Все нужно сейчас зачищать, красить. Ну и, конечно, еще маленько подварить. Потому что обнаружил где-то здесь прям дыра в садке. Сейчас свет выключил, вам будет видно. Закупили профиля 20х20, чтобы сделать обрешетку. Обрешетка нужна для чего? Чтобы потом спокойно на него крепить уже, не знаю, что будем, либо ламинат закрепим, либо ОСБ. Это пока неизвестно. Но мы уже привезли еще вот такой утеплитель. Утеплитель выбрали техно-николь. Толщина его полтинник. Будем сажать его, соответственно, на пену. Эту мы взяли специально именно, чтобы на нее клеить утеплитель. А вот эту пену мы взяли для чего? Для швов. Ну вот, в принципе, и все. Каркас готов. Сейчас будем все зачищать. Здесь делал специальный карман. Здесь будет закладная стоять, чтобы было все по фэншую. И все вот так вот проварил. Вороты, на самом деле, стали намного жестче. И у них пропала вот эта вот вертолетность, которая была. Да, вот так. Накрываю. Накрываю. Какого цвета платочек. Платочек находится у меня сейчас в стаканчике. Ну, синий, да? Окраску мы брали молоткового эффекта, хаски, производство Madden Russia, как написано на Ленинградском шоссе, город Химки. В общем, тот же самый Хаммерайт, только русского производства. Ну, а так, в целом, вообще даже неплохо. Ну, и пришел тот самый интересный момент для меня. Будем вот такой вот носить поле норм. В нем два квадрата. Соответственно, по идее, два баллона должно хватить на ворота. Не знаю, что из этого получится, но сейчас будем пробовать. Сейчас будет тачдаун. Ага, все подумали, что мы без вас все залепили. Да нифига, ничего подобного. У нас примерка. Мы все нарезали по кусочкам, чтобы пока пена будет, сразу это все дело налеплять, пока она не сдулась. Ребята, в целях соображения пожарной безопасности все-таки мы взяли стекловату. Почему? Потому что она не горючая. Вот этот весь материал, он горючий. Ну, мало ли что, может быть, там, вдруг, там, когда-нибудь какой-нибудь замок замерзнет, там, нужно подогреть, либо еще чего-то. Ну, в целях соображения именно по безопасности пожарной взяли именно стекловату. Ну, стеклопанели, как правильно даже сказать. Ну, и, в общем, мои ощущения после работы с полинором. В принципе, нормальная тема. Укрываемость нормальная. Мне прям даже понравилось. Единственное, то, что мы все фигачили от души, чтобы было все везде забито, все поры были закрыты. И, соответственно, потом еще проходили. Ушло два баллона. Здесь мы доделали полинором, как у нас остался. Но, соответственно, для шов мы брали обычную пену и здесь ее дофигачивали. В общем, сейчас что ждем? Ждем высыхания, срезаем все и закидываем все ламинатом. Как вы любите, мои диванные эксперты, вы сейчас меня дернете за слово. Ты же говорил про пожарную безопасность. Ну, и так же вкидывал сюда пену, а пена все-таки горючая. Ну, есть же есть торта, не горючая. Вот. И есть еще специальная фигня, как в баллонах, которые пшикаешь на пену, и вроде как она гореть не должна. Это мы не тестили, но полинор на горючесть я сейчас вам затещу. Я не знаю, горит он или не горит, но попробовать все-таки стоит. Ну, сухая, где-то бывает. Да я так кусочек оторвать. Есть сухой кусочек? Ну, я оторвал, в принципе, он тоже. Пойдем, затестим. Все нормально будет. Тоже, посмотрю, интересно. Горит. Тихо, пену только не вляпайся. О, кидаем два штук. Одна еще чуть не высохла, другая сухая. Ну, это мокрая, а сухая. Ну, и чего, и где она горит? Она не горючая. Видишь, она скупает, скупаемостью есть. А мокрый, смотри, мокрый, мокрый, херачи, да? Еще побольше кусок, давай еще этот, когда высохнет, побольше кусок. Возьмем, она розовая, она не должна, блин, по идее. Видишь, как вот есть противопожарные пены? В подвале, в подвале. А? В подвале? Да ладно, что мы здесь отдерем, тут еще и будет водохрена. Тест второй, уже именно сухой. Чтоб точно доказать, горит, не горит. Ну, как бы горит, да? Ого! Слушай, нормально так, сияет. Глазьдем 716 стоит. Короче, ты брал такие с железным глазьдем 716 рублей? С пластиком ничего, да? Норма. А с пластиком или нет? В общем, ребят, смотрите. Есть такие с 816 с железным глазьдем. Грибки. И есть, конечно же, с пластиковым. А сейчас мы прием в гараж, я покажу, в чем разница именно вот этого вот. В общем, лайфхак. Не удался, чем дешевле, тем лучше. С глазьдем железные. А вот здесь вот, использовали пластиковые. Здесь, как вы видите, в помещении все хорошо, ничего нету. А тут у вас будет вот такой вот именно потолок, весь в точках. Ну да, мостик холода получается. Единственное, то, что я хочу сказать, это противоречит мою фразу. Кровилова не ведет попадалово. В принципе, зачем мы и приехали сюда? В смысле, ну что? Сколько альтернативы? Если от этого кулинора нет. А, ну и что, и ладно. Разделяем. Распитка для пены, радиозащиты. Древесинная вся херня. Мне кажется, это, блин, где и пена продают, то там продают. Что-то нас, мне кажется, наегоривают они. Я сам не знаю, что это такое. Еще и где пенка, что ли, нор нет. Поперли. Пенный день будет. Пенная вечеринка. Ребят, закупаемся на следующий видосик. Будет пенная вечеринка. Вам будет интересно. Все-таки решил взять его, да? Ну, слушай, нормальный. Ну, слушай, вообще четко. Вот мне утеплитель рубить, а. Смотри, как, а. Берем. И что-то мы, ребят, сильно заморочились с тем составом, чтобы пена не горела. В итоге мы его в Леруа не нашли, а выглядит он вот так вот. Замутили вот такой состав. Не знаю, почему. Мне так кажется, что составы негорючих веществ должны быть примерно одинаковые. Это чисто ради эксперимента. Не надо троллить. Сейчас попробуем нанести вот этот вот состав на пену и попробуем поджечь. Просто ради интереса, ради теста. Так-то все равно он нам пригодится, потому что мы будем делать здесь верстаки. Соответственно, будет все из железа и из дерева. Горян, сейчас кусочек возьмем. Взял? Ну, вот еще один. Давай-то через тряпочку. Сейчас тряпочку возьмем. Не надо. Че, ждем усыхания. А пока она сохнет, в общем, берем ламинат и зашиваем. Ну че, малыш, пора тебя испытать в деле. Субтитры сделал DimaTorzok да не 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 чё эти такие трофеи я ты уже им попробовал немножко ну чё давай расскажу что привез это колеса с ребордой я так понимаю суть лабинского завода экспериментального приехали к нам надо распаковывать ну фигач обнови обнови мачету вагонеточные колеса стальные тонну выдерживает каждую у нас гипермаркетах 100 килограмм максимальный вес ребят чтобы вы понимали мы короче что задумали сделать лифт это наверно так себе затея но это будет уже дальше я думаю все это увидите на канале так что не забываем подписываться ну и чё пропитанную пену пойдем затестим высохла короче где 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 пропитана была типа не гори да понятно короче где пропитана была типа не гори да вроде как не горит мы сами все это видели здесь конечно вам интересно пишите мы попробуем большую поверхность тоже захерачить именно вот это не горючей смесью и уже я так думаю еще раз проведем тест это уже будет следующем видео а сейчас встречайте новые обновленные ворота лично конечно же думаю сюда сделать планку сейчас вам покажу которую видел леруа вот так то она выглядит если сюда и накрутить она как раз тут профиль идет 50 на 50 она 60 на 60 сантиметр будет здесь еще можно прихлопчиком сделать я думаю будет четко опять же прошу вашего совет как вы думаете нормально будет или нет ну а нас конечно еще ждет доделать те воротные мужа доделаем конечно же без вас ну и подвал в этой мастерской там будет ребят очень интересно очень глубоко то что мы хотим поставить сюда лифт вы не ослышались ребят купили колеса для лифта я не знаю что из этого получится ну чё-то будем пробовать конечно пипец мы затейники ну и конечно же я ожидаю такого комментария ребят вы чё и куку ламинат вздуется сейчас я вам покажу констатируя факт ламината на оборотах ребят у меня уже сколько три года служат нигде ничего не вздулась и все нормально ребят вот все швы показываю все вблизи и все четенько работает кто не верит можете перейти на мой канал там есть видосы по именно про ворота а мы пошли переодеваться и я с вами на данный момент прощаюсь до новых встреч всем пока а